Райм. Игра с непростой судьбой. Игра, которая должна была стать сначала эксклюзивом для Xbox, а потом стала фактически эксклюзивом для PlayStation, и в последний момент Sony от нее отказалась, наконец-то увидела свет. Многие сомневались, что может получиться из проекта, который копирует идеи Тим Айка. Вы будете удивлены. Новая работа Tequila Softwork не похожа ни на что другое. Она действительно удивительная и очень глубокое приключение. Но о какой именно, мы сейчас с вами и посмотрим. Райм. История новой работы Tequila Works полна горечи и разочарования. Игра, вдохновленная классическими приключениями Тим Айка, несколько раз пыталась найти внешнее финансирование, перебегая из одного консольного лагеря в другой. Даже заручившись поддержкой Sony, студия впоследствии потеряла издателя из-за сорванных сроков разработки. Все эти раны, поросшие шрамами на хрупком теле Райм, особенно заметны в психологической концепции неизбежного, разделённого на игровые этапы, изображающие отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Возможно, создатели считают, что, использовав подобный приём, им удалось создать некое подобие сюжета со множеством интерпретаций. Но история выглядит достаточно бледной на фоне работ Фумита Уэды, что нисколько не умаляет других достоинств разработки. В центре безмолвного сюжета – гендерно-нейтральный ребёнок, очнувшийся на берегу таинственного острова. По словам авторов, они старались не акцентировать внимание на поле персонажа, пытаясь передать ощущения от детского восприятия реальности. Исследуя яркое окружение и наслаждаясь эхом собственного голоса в стенах пещеры, ваш герой может совершать простые действия, карабкаясь по выступам, прыгая по платформам, подбирая и передвигая предметы. Застрявшая вне времени окружение и архитектура в стиле работ Джорджа Де Кирико роднят Раймс-проектами Team Ico. При этом миры Tequila Works наполнены красками. Пронзительно белые здания на первом уровне, знойные секции с ветряками на втором или зелёные локации позднее отличаются от более сдержанной палитры игр Фумита Уэды, напоминая скорее о вселенной The Witness с видом от третьего лица. Подход к загадкам, который включает обращение к вашему воображению для открытия проходов, а также использование передвижных платформ и света, напоминают все значимые проекты в жанре последнего времени. Но сами головоломки в Райм исключительно просты. Выставить правильно камеру, закрыть источники света, спеть мелодию волшебным статуям или разломать тяжёлые цепи – всё это выглядит волшебно, но даётся слишком просто играющему, лишая вас вызова. И это немного разочаровывает на фоне фантастических дизайнерских решений, массивных конструкций или архитектурных трансформаций, от которых у вас захватывает дух. Каждый из пяти миров, соединённых через проходы, похожие на замочные скважины, по-своему уникален, но вся сила проекта и его детальная проработка с интуитивной системой навигации ощущается именно в начале игры. На Белоснежном острове отлично сочетаются головоломки, исследования и продвижения по сюжету, поддерживая мистический ореол происходящих событий. Дальнейшие эпизоды с птицей или зелёной миры с цикличными этапами кажутся искусственно затянутыми. Пространство с ожившими механическими созданиями наполнено бэктрекингом, а финальный момент с прыжками по платформам под проливным дождём кажется исключительно лишним, как и пытающаяся всё объяснить концовка. Райм – красивая и, как это принято говорить, душевная игра, которая местами кажется слишком затянутой. Наличие секретов и коллекционных предметов должно стимулировать к нескольким прохождениям, но возвращаться к истории мальчика с красным плащом не хочется. Простые головоломки и за уши притянутая психологическая концепция вызывают лёгкое разочарование, но больше всего огорчают затянутые игровые этапы, которые могли быть немного короче и чуть разнообразнее. «Невероятное путешествие в райм по сказочному окружению к яркому свету» можно сравнить с историей танцовщицы из The Bound. Только проекту испанцев совсем чуть-чуть не хватило, чтобы поймать магию личных переживаний и правильно передать ощущение чуда. Спасибо за просмотр! Оценивайте, комментируйте, следите за нашим каналом, чтобы получать свежие обзоры, и заходите на сайт. Играйте в хорошие игры и делитесь впечатлениями с нами на gamemag.ru Играйте в хорошие игры. Продолжение следует...